Как турецкая сторона мы всегда проявляем искреннее и позитивное конструктивное отношение к международным предложениям по поиску решений в переговорных процессах. Нашей целью было достижение справедливого, прочного и стабильного соглашения, которое принесет пользу Кипру и региону. Однако гегемонистское и навязчивое отношение греческого менталитета привело к тому, что все переговорные процессы закончились неудачей. Когда мы подошли к 1974 году, бесчеловечные нападения, направленные против существования турк-киприотов, достигли своего пика. В этот день, 50 лет назад, турецкие военные предприняли исторический шаг, чтобы защитить независимость турок-киприотов. Мы встретились с премьер-министром Греции Кириакисом Мицотакисом за границей. Я сказал ему, что мы будем на Северном Кипре 20 числа. Надеюсь, вы не будете ссориться с нами из-за этого, как министр обороны Греции Никас Дендиас. Он сказал, что не думает о таких вещах. Я сказал ему, если ты не думаешь о таких вещах, тогда нет никаких проблем. Мы ничего не добьемся, игнорируя реалии острова. Мы считаем, что федеративное решение на Кипре невозможно. Кипрско-турецкая сторона должна сесть за стол переговоров с греческой стороной на равных. Поэтому мы говорим, если вы хотите найти решение, тогда узаконьте права турок-киприотов. Я надеюсь, что настанут дни, когда лидеры стран-гарантов острова вместе посетят оба государства. Я лично передал это мое пожелание премьер-министру Греции, господину Мицетакису, с которым я встретился на саммите НАТО в Вашингтоне. Укрепления основы для диалога между Турцией и Грецией, несомненно, будут способствовать решению кипрской проблемы. Турция готова вести переговоры и добиться постоянного мира на Кипре. Как сообщают турецкие СМИ, об этом президент Турции Реджеп Тейп Эрдоган заявил на торжествах по случаю Дня мира и свободы 20 июля. Организованных в Левкоше, столице Турецкой Республики Северного Кипра, в связи с 50-й годовщиной начала операции Вооруженных Сил Турции по поддержанию мира на Кипре. В мероприятиях приняли участие практически все представители турецкого руководства, ведущих политических партий, командований Вооруженных Сил Республики. В рамках торжеств планируется морской парад с участием 50 кораблей ВМС и выступления пилотажных групп ВВС Турции. Продолжение следует...